Всем привет! На часах 14.00 по Москве. Это значит, что вы смотрите очередную серию из цикла вебинарах, посвященных экспертизе ПТ-эксперт-секьюрити-центр. Сегодня немножко поговорим про Threat Intelligence и немножко приоткроем завесу тайны над тем, как у нас построены процессы по добыче информации о деятельности хакерских группировок. В студии старший специалист отдела исследований кибер-угроз Максим Поклебин и я, Сергей Медведев, руководитель направления по предоставлению данных об угрозах. Напоминаю вам, что вы можете писать свои вопросы в специальном разделе на странице вебинара. По селекционной части мы на них обязательно на все ответим. Теперь давайте начинать. Первое слово Максиму. Максим, пожалуйста. В первом вебинаре был показан спектр решаемых командами TI задач и то, что он не ограничен только тактическим уровнем и предоставлением и работой только с индикаторами комплементации. Сегодня мы покажем внутренние процессы наших исследований, в результате которых мы получаем информацию о деятельности хакерских группировок и тем самым обогащаем нашу экспертную базу продуктов. Но зачем же нам ответить на вопрос, зачем нужна эта информация, поможет такой термин, как пирамида боли. Это диаграмма, которая отражает взаимосвязь, соотношение между видами индикаторов и теми трудностями, той головной болью, которую мы предоставим злоумышленнику, обнаружив его на одном из этапов атаки. Внизу этой пирамиды находится хэш суммы файлов. Для злоумышленника не представляет никакой сложности изменить один вид информации, поменять время компиляции или изменить какую-то строку и тем самым обойти такой вид детектов. Далее идет IP-адрес и доменное имя какого-то управляющего сервиса. Да, тут чуть-чуть нужно будет больше потратить на времени для злоумышленника, но он может спокойно переехать на другую инфраструктуру и тем самым изменить IP-адреса и доменное имя и тем самым обойти этот вид детектов. Далее то, что уже действительно начинает как-то усложнять жизнь хакеру, это сетевое взаимодействие, то есть когда мы смотрим, а что происходит, какой протокол между общением, между ВПО и контрольным сервером, то есть это уже суриката правила, да, и самый банальный пример это, если используется какой-нибудь юзер-агент, мы можем его посмотреть и написать на него detect, да, и тут уже злоумышленнику нужно чуть-чуть подумать, а как его детектируют и что ему нужно поменять в МПО. И следующий уровень это инструменты, так как обычно все программы, они переиспользуются, чуть перенастроившись, да, то имея какой-то детект на конкретный инструмент, зная его поведение, имея юристический какой-то анализ, мы уже больше усложним жизнь, потому что переработка или изменение инструментов, она уже дорога как по времени, так и может быть по деньгам, да, и нужно искать уже какой-то новый подход. Ну и вершина этой пирамиды, это тактики, техники и процедуры, когда мы уже воздействуем не на какой-то конкретный инструмент, а на сам, на сами действия хакера, узнать, что он делает, вот, то есть если он применяет конкретную атаку, там, пазы хэш, да, мы уже смотрим журналы событий и в этот момент детектируем, то есть нам все равно, какой инструмент используют. Обычно это описывается, например, сигма-правилами. Вот, но сегодня мы более подробно посмотрим на этапы сетевого взаимодействия и инструментов, и как из этих уровней достичь нам максимальной пользы и нанести максимальные трудности злоумышленнику. Так как Threat Intelligence — это данные об угрозах, и в основном эти данные представлены вредоносным программным обеспечением, мы начнем рассказ с общего алгоритма общей действия, да, анализа ВПО. Обычно на вход из какой-то открытого источника, либо в ходе расследования инцидентов к нам поступает вредоносный файл. Вот файлы, которые поступают от команд Incident Response, они являются самыми важными для нас, потому что у них, во-первых, есть контекст, какие-то дополнительные артефакты, они всегда свежие, и мы обладаем полной картиной. Вот это самые важные киберданные, разведательные данные, которые мы можем получить. Вот. И когда мы их получили, нам необходимо понять, а с чем мы имеем вообще дело. Да, и нам для этого нужно просканировать данные яро правилами. У нас накоплена многолетняя экспертиза в этом плане. Затем запустить в песочнице IPT Sandbox, чтобы поединчески посмотреть, а что это. А если мы не ответим сразу сходу, да, то можно провести и ручной реверс инжиниринг, как статики, так и динамики, чтобы уже понять, а что за программа перед нами. Вот. Далее у нас, скорее всего, будет связано еще с каким-то набором файлов, да, и нам нужно расширить площадь нашего исследования поверхность и найти еще новые и интересные для исследователя файлы. Да, это можно сделать как по участкам кода, по каким-то строкам, по дополнительным информациям, либо по поведению этих файлов. После того, как мы соберем такой набор файлов, он, скорее всего, будет связан с какими-то сетевыми индикаторами, там IP-адресами, доминами. Вот. И уже мы должны переключиться на исследование и поиск новых контрольных серверов и расширять тем самым наши исследования. Тут, скорее всего, эти серверы будут взаимозавязаны с новыми программами, с новыми образцами ВПО, и тем самым у нас, наша петля, вернемся на первый этап и пойдем все снова. До тех пор, пока мы не расширим целиком знания об этой атаке. После того, как мы собрали всю возможную информацию для нас, то есть мы прошли ее в ширину, мы должны описать ВПО, то есть классифицировать его, к чему оно относится, провести атрибуцию, описать какие-то особенности работы и функции на будущее, и, естественно, собрать все индикаторы комплиментации, отправить их в продукты, и плюс покрытие детектами статически, поведенчески и сетевыми. Вот. Сейчас рассмотрим, что нам позволяет и как мы находим дополнительно интересные для исследования файлы. Для автоматизации базового анализа и для их сбора у нас реализована система поточной обработки файлов. То есть у нас есть какие-то источники, которые загружают в эту систему файлы из различных открытых песочниц, такие как 3H, Hybrid. Также мы в ходе инцидентов можем туда добавить файлы. Вот. Мы их отфильтровываем, чтобы заведомо неинтересные файлы не попадали к нам в систему, и затем сохраняем централизованное хранилище и отправляем на следующий модуль, это регистратор. Вот. Задача регистратора — определить истинный формат файла, то есть может прийти файл с названием документ.docx, но являться на самом деле исполняемым файлом. Да. Мы получаем базовую информацию об этом файле. Это какие-то хэши строгие и четкие, и нечеткие, да. Это какая-то базовая информация из экзив-тула. Вот. И в зависимости... Также нас интересует еще временная информация о файле, когда он вообще встречался, чтобы потом построить хронологию всей атаки, и дополнительная мета-информация, откуда этот файл был загружен в какие-то открытые песочницы, да, какой-то регион, вот, чтобы директориально можно было посмотреть, как это кластеризовать. Вот. После того, определив истинный формат файла, мы отправляем на конкретный обработчик или на цепочку обработчиков, да. Таким примером обработчики могут быть исполняемые файлы — это PE, ELF, либо MATCH.O. Вот. Сам этот файл может быть разработан на различных языках программированных, например, на .NET, да, для него будет еще дополнительный обработчик. Если он на языке Go, то мы его еще через один обработчик проведем. Вот. Плюс для остальных файлов есть свои обработчики. Такие для документов — это Office Open XML формат. Поддерживаем этот .doc.x, .xlx, .ptx и другие. Это CBF формат, это .doc и прочее. Также это .rtf мы обрабатываем. И OneNote. Вот. Естественно, смотрятся почтовые сообщения. Это e-mail, msg. К ним обычно в почтовых используются архивы, да. Это rar, zip, iso, может быть. Образы тоже, у них будет своя мета-информация, которая нас интересует. Ну и, естественно, LNK файлы и CHM. После того, как мы собрали на каждом из этих модулей какую-то характерную информацию, мы ее объединяем в один документ, то есть агрегируем, да, и должны сохранить в каком-то едином поисковом базе, чтобы нам легко было по ней ее просматривать и искать. Вот. Таким образом, мы через себя пропускаем в районе 30 тысяч файлов ежедневно и уже накопили около более 10 терабайт файлов с контекстом о них и мета-информацией. Вот. Более того, так как эта система работает на потоке, мы можем отслеживать какие-то появления каких-то актуальных угроз, написать для них сразу detect, может быть, это ярдетект или какой-то фильтр по конкретным полям и посмотреть, а насколько она актуальна, да. На примере, как это было с уязвимостью BIN RAR или с FALIN, и как только выходит POC публично доступный, сразу в дикой природе мы видим всплески таких примеров файлов, и мы можем это отслеживать. Вот. Но для каждого из форматов есть собственные поля, по которым мы можем найти что-то интересное для нас, да. То есть для PF-файлов это могут быть хэши импортов, хэши экспортов, это могут быть дата компиляции, это может быть путь к pdf-файлу, вот, или какие-нибудь хэши каких-нибудь секций. Для документов это может быть дихэш, это хэш от первой страницы, от иконки, это полезно, когда есть какая-то массовая рассылка документов однотипных, да, но у них, которые выглядят одинаково, но полезная нагрузка у них будет разная. И так мы можем выделить целый кластер таких документов. Ну, в частности, так и Matet обычно использует. Вот. И на слайде изображен пример из атаки Cloud Atlas, когда у всех документов был один и тот же автор. Да, то есть есть разное время по хронологии, в разные годы они рассылались, да, но автор у них был один. И по таким вот признакам мы находим для нас документы. У почтовых сообщений нас интересует отправитель, какие-то вложения какие могут быть, потому что они повторяются от атаки к атаке, плюс цепочку серверов, через которые проходило сообщение, или дополнительные заголовки через какие фильтры или репутация была у этого сообщения. Ну и один из хороших примеров поиска таких файлов – это работа с ЛНК файлами. Вот. В частности, там можно получить идентификатор жесткого диска, на котором был создан этот, да, файл имя компьютера, вот, и сама команда. Команда тоже имеет какой-то характерный внешний вид, и мы по ней можем атрибутировать, да. Скорее всего, нам этот файл будет также интересен. В итоге, собрав тамбор таких файлов, он будет связан, скорее всего, с каким-то контрольным сервером, с какими-то индикаторами, да. И дальше аналитику необходимо максимально расширить свои знания о сетевой инфраструктуре злоумышленников, да. И помимо получения этого графа, нам нужно еще знать какие-то дополнительные признаки, по которым мы можем сказать, ага, вот появился у нас новый сервер, а может ли он относиться к той или иной группировке, либо к взаимодействию с тем, либо иным ВПО. Да, обычно сетевые индикаторы представлены в виде URL, domain и IP-адрес, вот. И у каждого из таких индикаторов какие-то свои такие сетевые особенности, да. То есть для URL это может быть набор параметров, длина этого пути, ну и в целом внешний вид, потому что часто он генерируется автоматически при помощи какого-то алгоритма, и мы можем предсказать, а такой URL он подходит к нам или нет. Вот, для домена больше набор признаков, это в первую очередь дата до регистрации, это кто был, кем был зарегистрирован, внешний вид также этого домена, какие у него есть поддомены, какие соседние домены, и хуиз-запись, вот. И IP, и URL он, и URL и домен, он связан с IP-адресом, вот. И IP-адрес это по факту число, да, и оно само не обладает большим количеством признаков, но обладают такими признаками те сервисы и службы, которые работают, связаны с этим IP-адресом. И давайте сейчас о них чуть подробнее поговорим, потому что именно набор этих признаков, он нам и позволяет предсказать и понять, а относится ли этот сервис, этот хост к злоумышникам или нет. Вот, на компьютере могут быть разные службы, да, это может быть веб-сервер, может быть какой-нибудь FTP-служба, вот, и другие, и они обладают своими признаками, да. Например, мы можем поискать по содержимому, по баннерам, по каким-то заголовкам, которые возвращаются у нас сервером. Также большим источником информации является SSL-сертификат, который используется на данном сервере. То есть там может кто его выпустил, когда выпустил, сам отпечаток, хэш-сумма этого сертификата, вот, также некоторые слепки с самого сертификата. Вот, кроме того, какие порты открыты на этом IP-адрес, какие службы и так далее. Вот, обычно нам интересует не какое-то конкретное значение, да, по какому-то признаку, а тут играет роль уже комбинация этих признаков, потому что инфраструктура переиспользуется, и вот сегодня у нас был это один IP-адрес, да, сейчас сегодня, завтра он стал другим, но признаки остались такие же. Вот, и имея такой набор признаков, мы их можем отправить в какие-то специализированные поисковые системы, которые агрегируют эту информацию, такие как Shodon, Census, Zoom.i, и они нам выдадут список IP-адресов, которые характерны для этих признаков. Вот, но такие системы, они обладают, каждый слайд синтексисом, у них какая-то внутренняя специфика работы, у них своя зона покрытия, там, какие-то лучше работают в одних регионах, какие-то в других, поэтому необходимо использовать, приходится свое сканирование сети интернет по каким-то характерным признакам, да. Давайте один из таких примеров рассмотрим, это то, что мы называем активным, да, детектированием. Пример поиска серверов Cobalt Strike. Да, мы знаем слепок с SSL-сертификата, который обычно используется по умолчанию, да, он представлен на сайте. Мы его можем занести в одну из систем, которую я перечислил ранее, и нам будет выдан список IP-адресов таких серверов. Вот, далее мы знаем алгоритм генерации urlop и можем сделать запрос к этим серверам и получить в ответ beacon, вот, и его уже дополнительно просканировать и извлечь из него конфигурационный файл. В нем уже будет информация о другом контрольном сервере и, возможно, watermark, да. Мы при помощи такого алгоритма действий мы обнаруживаем сервер до того, как он использовался еще в атаке. Вот, и у нас уже есть иоки, и знания о готовящейся атаке, да. Мы ее можем не атрибутировать какой-то конкретной, об этом мы узнаем или не узнаем в будущем, но мы уже готовы и вооружены знанием тем, что, да, это инфраструктура хакера. Естественно, получив список этих IP-адресов, urlop и данных, мы их отправляем в фид, и сам аналитик принимает решение, а что нам с ним делать, да, мы можем инициировать как-то расследование, поможет нам на это или нет. Но не всегда у нас на руках есть какой-то IP-адрес, да, с которым мы можем посмотреть инфраструктуру. Часто хакеры используют какие-то легальные сервисы в качестве своих сетов, да, это очень удобно, так как эти же сервисы используются сотрудниками, и тем самым канал взаимодействия ВПО может скрываться под легальный трафик. Как аналитик мы не можем использовать такие знания, как индикатор комплементации, да, есть у нас знания, что используется диск Яндекс, РУ и все. Его также используют и сами сотрудники. Вот, и мы его не можем использовать для поиска сетевой инфраструктуры хакеров, потому что вся эта инфраструктура принадлежит не хакеру, да, а каким-то легальным компаниям. Но у нас есть решение этой проблемы, нам нужно чуть углубиться и посмотреть более тщательно само ВПО. Посмотреть, какой у него протокол взаимодействия, какой там есть API, как он вообще взаимодействует с сервером. Посмотреть, есть ли в нем полезные данные, какие-то пароли или токены. И в дальнейшем это можно автоматизировать извлечение и поставить на какую-то потоковую обработку. Давайте рассмотрим пару примеров. Первый из них, когда в качестве контрольного управляющего сервера используются облачные хранилища, такие как Dropbox, OneDrive, или если мы говорим о характерных для России, это Яндекс.Клауд и Мейловое облако. Ну и также может быть различные другие службы, которые поддерживают протокол WebDAV. В частности, в атаке группировки APT31 у нас на входе был один из сэмплов, в который был шит токен для доступа к такому Яндекс.Диску. То есть само ПО, оно с этим токеном шло на Яндекс.Диск, создавало там папку с именем компьютера и получало оттуда команды. После того, как эти команды исполнялись, результаты их были, отправлялись также на Яндекс.Диск. Тем самым, вооружившись знаниями этого токена, мы также, как и злоумышленники, можем зайти в этот Яндекс.Диск, посмотреть, а кто, собственно, уже был атакован с этим ПО, кто уже отправил результаты своей работы в этот Яндекс.Диск. Мы можем проанализовать результаты и сделать свои предположения о дополнительных жертвах. На основе одного ВПО мы уже раскручиваем атаку более широко и уведомить, естественно, об этом. Но не всегда используется что-то такое широко распространенное. Бывают и случаи, когда в качестве контрольного сервера бывают специфичные форумы. В частности, интересное исследование было с группировкой SpaceParets, где в качестве контрольного сервера использовался форум VoidTools. Там в ВПО было видно, что оно по протоколу HTTP общается с каким-то сервером. Там есть учетная информация. В ШИТ она проходила авторизацию и отправляла данные на этот форум. На этом бы можно было остановить свое исследование, но тут важно еще и посмотреть, а что с другой стороны находится на сервере. Поэтому, изучив его более подробно, там был найден режим Remember Me, который показывал, а какие вообще активные сессии с этими учетными данными есть в текущий момент. Изучив этот список, было понятно, что в текущий момент есть большой набор событий активных. Это значит, что данное ВПО уже работает на ряде компьютеров. Все это было отсортировано, выбраны уникальные IP-адреса. Естественно, было понятно, что жертв довольно-таки много. Так как ВПО разрабатывается по тем же стандартам, что и обычное ВПО, то в начале проходит стадия тестирования. И поэтому одни из первых записей, которые были в этом списке, это инфраструктура самих злоумышленников. И это дополнительные бонусы, которые нам были получены в этом исследовании. Но также часто используются для транспорта какие-то широко распространенные мессенджеры, например, Telegram. В частности, агент Tesla имеет несколько протоколов. Это FTP, SMTP, Discord и Telegram. Тогда в ПО или конфигурацию вшивается адрес, в котором стоит и идентификатор бота и токен. Вооружившись этими знаниями, можно опросить сам Telegram и посмотреть, а что, какие данные были отправлены в этот бот. И видя это так же, как и видит сам злоумышленник. Как правило, в таких массовых историях, массовых рассылках все эти логи имеют одинаковый вид. Поэтому на это уже можно накинуть какой-то анализ дополнительной информации, как-то распарсить и посмотреть, а сколько вообще было жертв кто они и что из себя представляют. Так как еще раз повторюсь, что это массовая рассылка, то там будут видны взаимосвязи между разными ботами и их владельцами. Так как этот владелец он отправлял какие-то дополнительные сообщения в эти боты. тут и так же встречается момент, когда в первые этапы использования ТПО сам владелец таких ботов злоумышленник их тестирует, выполняет команды, он может сфотографировать себя, может отправить свои файлы, может какую-то чувствительную информацию отправить в этот же бот. Вооружився всем этими знаниями, хотел бы подытожить, то есть надо делать свои исследования не только в ширину максимально, но и также в глубину и когда использовать на полную недостатки самих злоумышленников, то есть если у нас вшиты какие-то токены доступа, их можно поиспользовать и получить дополнительную информацию сервера. Также во время расследований мы можем сказать команде Центриспорзо, что использовалось дополнительное ПО, такое как например для копирования или синхронизации файлов, и оно тоже может оставлять дополнительные артефакты на хосте, то те же парольные информации, мы с этой же парольной информацией можем зайти в инфраструктуру хакеров и посмотреть а что же уже утекло, возможно это поможет восстановить утраченную информацию, да, уже зашифрованную, или получить больше информации о инструментах хакеров, потому что многие СИТО используются не только для хранения украденной информации, но и для своих специфичных там, для сборки или для хранения своих утилит. Вот, также встречаются ошибки в разработке самого ВПО, которые могут охарактеризовать конкретную группировку, да, в частности, там могут происходить резолвы каких-нибудь несуществующих ДНС и обращения к каким-то жестко зашитым адресам. Вот, мы такое можем наблюдать по сетевой телеметрии, и это явный показатель того, что да, у вас уже в сети кто-то присутствует, и об этом оповестить. Вот, кроме того, необходимо обязательно смотреть за фишинговой рассылки не только на компании, но еще посмотреть, а не от лица компании кто-то рассылает ли сообщение, не используется ли ее инфраструктура уже в атаке на другие компании, потому что это явный признак того, что компания уже компрометирована. Вот, и во всем этом необходимо постоянно сканировать сеть интернет, потому что злоумышленники допускают ошибки, у них могут быть открытые директории, по этим открытым директориям можно по конкретным признакам посмотреть, а нет ли там чего-то интересного, каких-то утилит. Вот, также в ходе расследования мы можем посмотреть, обнаружить какой-то бэкдор, посмотреть принцип его функционирования, да, что если он принимает на вход какие-то определенные параметры или тело, он нам может дать специфичный ответ. Да, мы можем опросить множество машин, которые на это посмотреть, обернулся ли нам кто-то такой ответ, который нам нужен или нет. Да, если он нам вернул, то значит машина уже заражена, этот веб-сервис скорее всего заражен и об этом стоит тоже уведомить жертв. Вот, ну и кроме того, необходимо еще и смотреть на потенциальные уязвимости и действовать так же, как хакер, да, то есть как только выходит какая-то публичная информация с уязвимостью, какой-то полк, хакер что сделает? Он зайдет на те же самые перечисленные ресурсы, такие как шодан, он поищет кандидатов для своих, для этой уязвимости и начнет их автоматизировано атаковать. Вот, поэтому необходимо также сканировать превентивно и предупреждать жертв, то не сегодня, а завтра, к вам скорее всего, если вы не обновитесь и не как-то не закроете эту уязвимость, вам придут. Вот, кроме, ну, на этом по активной части работы, отслеживания группировок у меня все, но также мы проводим ретроспективный анализ, и об этом уже расскажет Сергей. Спасибо, Максим. Да, помимо анализа активной деятельности группировок, мы также осуществляем ретроспективный анализ. В такой анализ входит кропотливое исследование способов реализации атак злоумышленников, как вот анализ вредностного пола и так далее. То есть, все того, что мы смогли найти в различных источниках на момент анализа. Объектом для такого анализа снова выбираются группировки на основе их гео- и отраслевой направленности и на основе активности, которая происходит на момент анализа, соответственно, тоже. Зачем же вообще такой анализ проводить? Во-первых, это нужно для того, чтобы собрать максимальное количество информации для атрибуции. Атрибуция может быть как непосредственно образцов реносного программного обеспечения, так и способов реализации атак на инфраструктуру организации. Во-вторых, очень полезный анализ с точки зрения оценки покрытия детектирования продуктов поисков технологии, в частности, например, PT Sandbox. То есть, мы можем проверить, какие веносные техники, которые реализовывали злоумышленники, покрываются нашими средствами информации, какие нет, и находить какие-то баги и недоработки, помимо этого. В-третьих, очень важным является дополнение индикаторной базы, а также контекста по конкретным индикаторам, которые получаются в рамках таких исследований. Ну и, соответственно, агрегируя всю эту информацию, мы получаем некоторую основу для того, чтобы искать новые угрозы благодаря полученной информации в рамках ретро. Теперь поговорим о том, какие вообще у нас есть этапы в рамках ретрофитивного анализа и что в них входит. Условно, мы разделили такой анализ на пять этапов. Это этап сбора данных, этап хластеризации, этап анализа хластеров, оценка покрытия детектирования и подведение итогов. Сейчас немножко поговорим про каждый из них. Этап сбора данных, как понятно из названия, на этом этапе мы стараемся собрать максимальное количество информации из различных источников, в том числе из внутренних. В перечень такой информации входит не только данные о технических возможностях злоумышленника, тут имеется в виду различные сэмплы реносного ПО, способы реализации атак, схемы развертывания, используемые уязвимостями и тому подобное. Ну и соответственно география деятельности их, траслевая направленность, хронология активности и другая сопутствующая информация. Вся эта информация агрегируется, по каждой из этих данных фиктируется источник, откуда мы это взяли. Ну и соответственно стоит сказать, что мы также используем данные других экспертов из других компаний в части атрибуции угроз и схожести приносного кода. После того, как вся эта информация была собрана, ее необходимо разделить на группы или кластеры. Самый оптимальный способ это сделать это хронологически с привязкой к некоторым временным периодам. Для этого как раз-таки временные периоды эти выделяются. Эти временные периоды должны характеризоваться конкретными вероинственными техниками, используемыми ВПО или там различными конкретными схемами развертывания, которые злоумышленник в этот период использует. Например, так было при анализе группировки Альмачета очень хорошо подошел такой способ кластеризации, потому что именно для них можно было выделить особенные временные периоды активности. Например, с 2013 по 2018 годы эти злоумышленники использовали очень большое количество отдельных модулей для реализации исследования системы, для реализации кражи каких-то данных, для реализации эксфильтрации и тому подобное. Начинали свою активность с помощью НСИС-архивов с 2018 по 2019 года они уменьшили количество таких модулей при развертывании, а свою активность начинали с помощью реализации сфх-архивов. И, наконец, начиная с 2020 они перешли к использованию одного единственного бэкдора с масштабным широким функционалом, а начинали свою атаку с помощью реализации офисных документов. Все понятно, по полочкам разложено, по временным периодам. Но, к сожалению, такой подход не всегда возможен. Иногда злоумышленники сильно не меняют свой вектор атаки или схемы развертывания, но при этом вносят изменения в свой инструментарий. В таком случае можно попробовать кластеризовать полученные данные с помощью по семействам ВПО. Например, так получилось сделать при группировке Галю. Там такая была история, что они не сильно меняли свою методологию атаки со временем, но при этом вносили постоянные изменения в свои старые инструменты используемые и потихонечку внедряли новые. Помимо этих техник кластеризации на основе, по аналогии с тем, что я уже описал, можно кластеризовать по классам поведеносного ПО или схемам развертывания, но такой способ кластеризации используется значительно реже. Соответственно, для чего нужна такое деление? В первую очередь нужно для того, чтобы выделить наиболее характерные особенности функционирования вносного ПО и схем реализации в рамках конкретного кластера для группировок. И, соответственно, это позволит нам в дальнейшем построить некоторый профиль взломышленника, составляя их из-за таких от отдельных частей. После того, как мы эти кластеры выделили, их нужно проанализировать. Соответственно, для того, чтобы это сделать, мы разбиваем этот подход на несколько частей. В первую очередь мы анализируем способы реализации атаки, схемы развертывания и механизмы работы конкретных реносного программного печени или образцов конкретных подсемейств. В рамках анализа образцов ВПО мы особое внимание уделяем необычным реализациям вредоносных техник, каким-то, соответственно, уникальным алгоритмом шифрования, сжатия или кодирования, а также специфическим константам создаваемым объектом вредоносных подобное. То есть всем тем вещам, которые будут отличать деятельность данной группировки от каких-то других. Соответственно, после того, как мы это сделали, мы тоже отдельное внимание уделяем тому, как реализовывались конкретные какие-то техники и анализируем их с точки зрения схожести в этой реализации. Если мы такие схожести находим, которые особенно переиспользуются между отдельными семействами основного ПО, которые группировка использует, то можем их использовать, точнее, эти реализации, для того, чтобы сформировать детектирующие правила или хантинг-правила. После того, как эти виды анализа проведены, мы составляем тепловую карту на основе техник Matr Attack Matrix. Тут выделяем техники из естественной деятельности группировки, которая мапится на матрицу Matr, и создаем специализированный слой, который будет использован в дальнейшем для построения профиля злоумышленника. Помимо этого, хочется упомянуть, что на каждом этапе анализа кластеров сформируется перечень индикаторов компрометации, он обогащается тем контекстом, который мы обнаружили на этапе анализа. Соответственно, после того, как мы провели анализ каждого кластера, приходит время для оценки покрытия детектирования, то есть для проверки того, все левероносные техники, которые мы обнаружили, покрываются в рамках наших продуктов. Для этого мы просто, соответственно, берем весь перечень тех образцов WPO, которые мы нашли, или там отдельных сэмплов подсемейства WPO, и прогоняем это через 5-ти сэндбокс, через нашу песочницу. Стоит упомянуть, что тут не надо просто в сыром виде отправлять файл на вход в песочницу, смотреть, что получается, и проверять, что детектировать. Нет, в этом случае нужно максимально создать условия для вероносного PO, чтобы оно отработало как можно более полно, то есть, чтобы все вероносные техники были обнаружены. В большинстве случаев это очень сильный такой глубокий патчинг этих образцов, так как зачастую злоумышленники закладывают свои решения в вероносные хитозащитные механизмы, связанные с средой исполнения или, соответственно, какие-то переходы в график потока управления, которые связаны с данными из каких-то конфигов внутренних зашитых. Для примера можно привести анализ группировки TodeCat. Мы анализировали их установщики и, соответственно, там была такая особенность, что без специализированного конфига эти модули установщика отрабатывать практически не хотели. Самих конфигов на руках, естественно, нас не было, но, соответственно, мы могли провести более глубокий анализ, выявили, соответственно, структуру конфигурационного файла и сформировали такой псевдоконфиг, который полностью соответствовал по структуре и по характеру заполнения тому, что должно было быть на самом деле. Благодаря этому, подложив этот конфиг вареносное ПО песочницы, мы добились того, чтобы максимальное количество вареносных техник отработало. Примерно такой формат. Соответственно, после того, как мы провели анализ каждого сэмпла, который мы хотели, составляем перечень всех недоработок, которые были зафиксированы. То есть, такие недоработки могут быть как в банальном пропуске вареносных техник в песочнице, так и какие-то баги недоработки в интерфейсе. Все это формируется и передается в команду, которая занимается экспертизом санбокс. Помимо анализов песочницы, мы также проводим проверку сетевого детектирования. В том случае, если вареносное ПО обращается к какому-то управляющему серверу, точно так же имитируем там взаимодействие и проверяем, что данная часть тоже закрывается. После того, как мы закончили со всеми этими этапами, подводятся итоги. То есть, помимо того, что мы получили в рамках анализа кластеров, мы, соответственно, дописываем туда также еще отдельные разделы. В частности, это общее описание группировки. По сути, то, что я уже рассказывал, туда входят векторы атаки, геоотрасовая направленность, хронология активности и различная сопутствующая метаинформация по группировке. Также отдельным разделом выписываются отличительные особенности, которые были вывалены в рамках анализа группировки. То есть, это очень важный раздел, который позволяет нам в будущем обращать внимание на какие-то части и, соответственно, благодаря этим особенностям выявлять и атрибутировать определенную приносную активность. Помимо этого, также осуществляется описание схожести реализации отдельных кусков или отдельных, точнее, приносных техник, как внутри кластеров, так и между ними. тоже, где с помощью этого раздела мы, соответственно, подчеркиваем, какие части злоумышленники переиспользуют. На каждом этапе анализа кластеров мы составляли, как я уже говорил, слой Mitra. Соответственно, во время подведения итогов мы все соединяем в один и смотрим, где были пересечения. То есть, благодаря этому мы видим полный профиль злоумышленников в части Mitra Attack Matrix, который позволяет нам увидеть переиспользуемые техники на протяжении большого периода времени. Ну и, наконец, весь перечень индикаторов компрометации, которые мы зафиксировали в кластеров, тоже агрегируется и наполняется дополнительным контекстом, если он был обнаружен в рамках дальнейшего исследования. Все, подводя итоги, мы получаем, что мы, соответственно, получили некоторый набор экспертизы для наших продуктов в рамках ретроанализа, отправили эти данные на доработки, мы получили перечень индикаторов компрометации, которые мы отдаем тоже в ФИДы, ну и, соответственно, получили благодаря общему отчету некоторую фактуру для того, чтобы дальше во время анализа активной деятельности злоумышленников в полях находить какие-то новые атаки, то есть, получается, круг замкнулся на активный анализ. На этом часть про ретроспективный анализ закончена, и закончена наша, соответственно, индикационная часть. Как вы могли заметить, соответственно, такой активный и ретроспективный анализ группировок, он действует в одном ключе, он позволяет нам актуализировать и увеличить полноту всей нашей экспертиза в продуктах. То есть, на этапе активного анализа мы обнаружим новые угрозы, а на этапе ретроанализа мы, соответственно, закрываем то, что не закрыли раньше. Получается такой полный цикл. На данном слайде вы видите QR-коды, который можете перейти и почитать о наших исследованиях. Очень интересно, заходите. Ну и, соответственно, переходим к вашим вопросам. Есть пара вопросов. Давайте озвучу от Виктора. Пишет, здравствуйте, скажите, пожалуйста, поиски технологии занимаются ли трансграничные передачи персональных данных пользователей своих сайтов? Мне почему-то кажется, что нет, не совсем по теме вопросов. мне кажется, этого вебинара, поэтому отвечать на него не будем. Опять же, от Виктора. Как вы считаете, какой именно протокол интернета является первой линией обороны в сфере защиты данных от перехвата хакерских группировок? Вопрос интересный, конечно. Ну, наверное, сильный дискуссионный или даже территизированный. Конечно, есть у нас стэк на них смотреть. И всегда выстраиваем многошелонированную оборону, поэтому нужно смотреть как можно больше точек, на которых мы можем понять хакера. Конечно, в первую очередь это пишется под конкретный протокол взаимодействия, но нам нужно желательно смотреть все, что приходит в организацию на периметре, все выходит, и постепенно ее покрывать. Вопрос очень-очень большой, и ответ такой же. Следующий вопрос. Ведется ли мониторинг даркнета для сбора информации об атакующих и впо? Да, у нас есть отдельная команда, которая этим занимается, она не в нашем подразделении, а отдельно. Это, конечно, естественно, отдельная задача, потому что там своя жизнь, свои особенности к доступам, к легендированию, и там эти всплески, они естественно видны, то, что продает, то, насколько чем заинтересован, и по-хорошему это обязательно, мониторить, потому что какие-то нововведения, вот, и какие-то хотя бы тренды, это всегда оттуда можно извлечь. Интересный тоже вопрос, я думаю, когда мы обоим. Какие курсы надо пройти, чтобы так уметь разбираться в деталях атак именно по теме вебинара? Мне кажется, тут, знаешь, в чем идея, то есть надо просто начать этим заниматься, то есть тут нет каких-то прям какой-то курс, который будет серебряной пулей, ты его прошел, и все стало хорошо, то есть вся эта история, вся эта экспертиза, она нарабатывается просто со временем, вот, ты сначала начинаешь там каких-то может быть простых каких-то атак, потом все больше, 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 разбираешься, в интернете анализируешь, и через какое-то время понимаешь, что какие-то атаки для тебя становятся более прозрачные для понимания эксперта, то есть нет какого-то такого курса, который тебе может помочь. А конечно необходимо обладать какими-то базовыми инженерными знаниями, навыками программирования, желательно навыки реверса, знания операционных систем, сетевых, да, и потом, ну, конечно, ты будешь что-то знать больше, что-то меньше, но самое главное желание, когда мы видим какую-то проблему, и в ней разобраться, с разных и они все-таки многие есть хрестоматийные, которые можно взять, почитать, посмотреть, и вместе с автором этого отчета пройти с ним по этим пунктам. Вот, конечно, тут, да, действительно, как сказал Сергей, какого-то определенного курса нет, и к этому не готовят, но это не так сложно кажется, как на взгляд, просто это вопрос времени и опыта больше. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, я начинающий аналитик в сфере Threat Intelligence и занимаюсь также разбором атак с применением Maitre Attack и бывает много нюансов с подбором верной техники. Пожалуйста, подскажите, есть ли хорошие обучающие материалы по Maitre Attack и какие посоветовали бы вы? Смотри, там первое, что в голову приходит, это официальные документации, а материалы от Maitre, я помню, называется Maitre Use Cases. Там интересная рассказывает про то, как именно использовать эту матрицу со сценариями использования. Я когда изучал ее, только начинал, то есть это было очень полезно. Соответственно, что еще сказать по поводу подбора верной техники, тут надо смотреть просто, сама Maitre в рамках своей матрицы предоставляет довольно объемный объем информации для того, чтобы ты мог выделить конкретную технику среди остальных. То есть по ее описанию в первую очередь. Ты можешь посмотреть на Description основной, ты можешь посмотреть на перечный процедур, как зло-мышленники эту или иную технику реализовывали. Благодаря этой информации можешь ее замапить на свой случай. Я бы тоже шел в первую очередь к первоисточнику, потому что информации конечно много, но тут надо не лениться смотреть на ссылки, потому что будут ссылки на какие-то исследования и посмотреть, а как в отчетах это атрибутирует и похоже это или нет. Да, в первую очередь всегда бывают такие дискуссионные какие-то места, что одни могут не совсем точно и это уже действительно тоже придет с опытом. Но тут главное читать, как описывают в хороших отчетах это всегда присутствует. И плюс еще можно посмотреть какие-то сигма-правила, потому что от кода отталкиваться уже снизу идти. То есть у нас есть какие-то сигма-правила, какие-то события и уже маппинг на конкретную тактику. И от этого может это лучше подойдет, чем натягивать из описания в обратную сторону. Вот такой кодбейс подход можно попробовать. Пока что больше вопросов не вижу. Можно еще пару десятков секунд подождем. Я надеюсь, соответственно, было интересно послушать наш доклад. В будущем у нас в рамках, как вы знаете, это цикл вебинаров, то есть мы будем больше рассказывать про деятельность PTA Expert Security Center. Приходите. Будет еще много всего интересного. в продолжение предыдущего вопроса Рахан пишет. Да, информации очень много. Спасибо большое. Возможно, есть второстепенные источники с целью обучения, типа сети и тренинг просматривал модули. Ну, то есть имеется опять же какие-то курсы есть. Но я могу сказать по своему опыту курсы это, конечно, хорошо, но опять же может быть мы одной и той же историю рассказываем по третьему кругу. Лучше экспертизы собственно ничего не будет. То есть нет какой-то правильного подхода, особенно в маппинге техник или вообще в принципе в CTI это больше про вашу личную экспертизу. И чем больше вы этой экспертизой работаете, тем будет лучше. Берите соответственно как Максим сказал отчеты, изучайте их, сталкивайтесь со своими атаками, которые на вашу инфраструктуру идут и соответственно благодаря этому опыту вы поверьте мне будете то же самое думать через пару лет как мы соответственно. Да, хороший источник отчетов это RST клаудовский телеграм-бот я думаю многие в нем сидят кто сегодня слушал и поэтому мне кажется можно в него смело заходить читать какой-то summary что вам интересно там есть и экстрактор конкретных TTP вы можете по ним полистать поискать и смотреть а есть ли в этом отчете и уже провалиться и там посмотреть а так оно или нет а так это все приходит с опытом и тут можно не опираться на какие-то конкретные курсы а ходить на события специальный посвященный Threat and Challenges там может быть с кем-то общаться на профильные конференции ходить секции Defense там с кем-то больше общаться я думаю там всегда кто-то подскажет вот плюс ко многим отчетам всегда есть обратная связь внизу у нас на сайте там я не знаю у тех же на Хабре когда обычно публикуются другие компании вы всегда можете к ним обратиться спросить а почему так или не так я думаю вам всегда ответят к нам недавно тоже по отчетам обращались как нам разобрать конкретно сэмпл мы с удовольствием осветили этот момент так что это отчет он не в одну сторону выпускается обратная связь тоже приветствуется что мы видим что не мы одни занимаемся этим делом это общее общее знание вот еще один вопрос есть от Ильи добрый день а будет будет что-нибудь на практике показано ну в будущем там будет пункт какие-то вебинары которые будут связаны больше с практической практическим аспектом поиска там угроз следите за новостями вот скорее всего они будут в принципе пока все тут просит презентацию я думаю что она будет но видео то точно будет записано да и можно посмотреть что ж пока больше вопросов не вижу соответственно наверное будем потихонечку заканчивать спасибо что послушали наш вебинар спасибо за интересные вопросы до новых встреч увидимся всем пока субтитры